Дезерт Хат Спрингс Дезерт Хат Спрингс – небольшой провинциальный городок с населением порядка 29 тысяч человек. Город расположен в калифорнийской пустыне Мохаве и находится в полчаса езды от Палм Спрингс и примерно в двух часах езды от Лос-Анджелеса. Первым поселинцем в этом месте был Кабот Йерха, который в 1913 году обнаружил здесь источники с горячей минеральной водой. Позднее здесь был обнаружен источник с холодной минеральной водой. Эта вода приравнивается по качеству к водам в Баден-Бадене и Эвиан. Погружение в минеральные воды улучшает циркуляцию крови, стимулирует метаболизм и увеличивает мобильность. Нашу группу из восьми человек привезли к отелю Хандей вот на этом так называемом автобусе. Субтитры делал DimaTorzok ВООО СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А это Миша, который организовал эту повестку, который, возможно, хотел, чтобы она была приятной, но у которого это явно не получилось. Причиной тому его полнейшая бескультурья и, как следствие, несоблюдение элементарных правил поведения в обществе. В отеле имеется бассейн с теплой водой и джакузи с горячей водой. Похоже, отель выживает только за счет вот таких групп, как наши. Во время нашего пребывания там туда приехала на три дня армянская группа и на две недели группа из Беерии, организованная Павлом. На выходные дни приехала две семьи с детьми из Лос-Анджелеса. Одна из них даже с собакой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неподалеку от дезерт Харт Спрингс находится национальный парк Джошуа Три Парк. Статус национального он получил в 1994 году, когда Конгресс утвердил законопроект о защите Калифорнийской пустыни. Площадь парка 3,2 тысячи квадратных километров. Парк организован для сохранения флоры и фауны пустыни, в которой летом температура часто превышает 50 градусов Цельсия. Своим названием парк обязан дереву Джошуа в изобилии растущего на его территории. На самом деле это не дерево, а самый высокий в Америке кактус, официальное название которого – юга коротколистная. А деревом Джошуа его назвали мормон, которые увидели в него сходство с человеком, который молится, подняв вверх руки. Возраст некоторых из этих деревьев достигает 900 лет. Парк интересен также своими скальними образованиями, кактусами, кустарниками и дикими животными. В парке растет свыше 700 видов различных растений, среди которых несколько десятков видов кактусов. Кактусы цветут весной очень короткое время, и увидеть их нам не удалось. Сев на рельсовый автобус мы через полчаса оказались в городе Паум Спрингс. Город с населением более 46 тысяч человек, расположен в 180 километрах от Лос-Анджелеса. По сравнению с захолостным дезерт Хат Спрингс, этот город выглядит очень привлекательно. Здесь бурлит жизнь. В 1853 году здесь обнаружили пальмовую рощу, которая окружала впадину с пресной водой. А вскоре Паум Спрингс стал самым крупным поселком Калифорнийской пустыни. В 1886 году был построен первый отель. А уже через 15 лет это место превратилось в популярный курорт, где селятся состоятельные люди. В окрестностях Паум Спрингс находятся шикарные виллы с огромными полями для гольфа. В городе проводятся международные кинофестивали. Последний из них, 25-й по счету, закончился 13 января этого года. На тротуаре главной улицы города выложены плиты с именами звезд американского и мирового кино. Вот лишь некоторые из них. К сожалению, нам, рожденным и выросшим в СССР, эти имена неизвестны. За исключением одной, Мэрилин Монро. А ее памятник возвышается над городом. Миша решил порадовать нас, показав нам, по его словам, очень красивый отель. Конечно, мы сбились с пути, и, конечно, обещанное катание на лодках не состоялось, так как мы приехали в первую половину дня, а лодки в этот день работали во второй половине. Перед входом в отель, вместе с утками, которых мы привыкли видеть в Фостер-Сити, спокойно уживаются фламинго. Факе отеля. Небольшая коллекция попугаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно красивый, но мы видели и покруче. В нашей группе оказалась приехавшая в гости к своей подруге Вера Волосных, оперная певица из Санкт-Петербурга, лауреат Всесоюзной премии. Концерт русского романса, который она дала для нашей группы, а потом еще раз и для группы Павла, был единственным светлым пятном во время нашего беспросветно скучного пребывания в дезерт Хатспринкс. Субтитры создавал DimaTorzok Первый романс «Вечера забытые» Все. Композитор пригодчик. А это звучание. Субтитры создавал DimaTorzok «Вечера забытые» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok В черну полетим. Эй, вы кони, кони злеи, злеи кони. Эй, ты черный и серый, черный и серый, черный и серый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 ПЕСНЯ 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 Следующий у нас роман, что называется «Вечерний час». Это очень интересный роман с тем, что он практически неизвестен. До войны его исполнял знаменитый гитарист Владимир Сорокин. И осталась его студийная запись. И вот мы с пианисткой сделали переложение, потом переложение на гитару. И в результате послушайте замечательный роман. Вечерний час подбивались. Мы встретились на берегах труда, Как будто никогда друг друга мы не знали И не встречались никогда. Временем соревнований лезла, слезы В память опрошен. В память опрошен. От берегов до слезы Скажи мне, друг, зачем ты ищешь встречи И что влечет тебя на берегах труда? Ты позабыл мне, когда у меня нет возврата, Оно исчезло, но и сего. Старостью зароди, юности розы В память опрошен. А ты не только слезы В память опрошен. От берегов до слезы Скажи мне, друг, зачем ты ищешь встречи Что влечет тебя на берегах труда? Какой же ты там уже пошла? Уже понятно, что дорога длится, и он будет едет. Ехали на крыльке с бубенцами, Обдали веками. Эх, когда мы будем теперь с вами, Сушу лететь от доски. ПЕСНЯ 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 Этим трудною, что почем так мучала меня. Композитор Николай Зубов, стихи неизвестного, не уходи. Композитор Николай Зубов, стихи неизвестного, не уходи. ПЕСНЯ 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 Ещё не вреда плакать с гором твой. Уживь прошла, всё пролетело, Осталась песням, песням, часто чтой. Где ты, юность, без конца, с края, Отчего-то быстро пронеслась? Неужели скоро умирую? Мне придётся спеть в последний раз. Други так, что смешно смел, Ещё не вреда плакать. Уживь прошла, всё пролетело, Осталась песням, песням, часто чтой. Песням, песням, часто чтой. Уживь прошла, всё пролетело, Осталась песня, песням, часто чтой. Осталась песня, песням, часто чтой. Осталась песня, песням, часто чтой. Песням, 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 часто чтой. Песням, песням, часто чтой. Песням, 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 часто чтой. Ваши шапки не наводят, Оставьте все слова, слова, слова. Моя милая, моя ласточка, Я нашел в тебе, что искал. Пожалей меня, приголубь меня, Ведь измучен я и устал. Пожалей меня, приголубь меня, Ведь измучен я и устал. Моя милая, моя милая, Ваши шапки не наводят, Оставьте, оставьте все слова, слова, слова. Оставьте, оставьте все слова, слова, слова. Ну и на финал прозвучил замечательный роман. Танц, музыка, фомина, стихи Германа, Только раз бывает в жизни встреча. Субтитры подогнал «Симон» День и ночь рыхает сердце, ой, сук. День и ночь кружится, ой, день и ночь. И словно в одну сказку не звучит, ой, сук. День и ночь кружится, 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 ой. День и ночь кружится, ой, сук. День и ночь кружится. День и ночь кружится, ой, сук. День и ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Только раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последняя фотография на память. Последние увидены из балкона нашего номера «Закат». И завтра утром мы отправляемся назад в родные пенаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok